Скоро весна, скоро весна. Эти ночи беспокойно вас. Пишите мне в середину тогда, я не черная. Да? Нет. Зато он блондин, а мы принадлежим. Точно. Девчат, вам не надоела зима? Очень. Очень надоела. И мне тоже надоела. Мне кажется, что она скоро закончится, и поэтому самое время снимать нам что? Весенние лунки. Поэтому вам надоело, поэтому вы в черном. А я уже немножечко ближе к весне, поэтому я зеленые и белые надела. Сегодня у нас, как вы догадались, проект Стильна, битва стилистов. Кто круче, оденется к весне. Ольга Епифанова, Элина Кузнецова и... Гариша Шупа. Поехали. И вы уже знаете, мы фирменный прием. Я хочу начать собирать образ с обуви. А на самом деле в этом году мех очень плотно вошел в нашу жизнь. И не только зимой, но и весной. И мне кажется, что и летом будут, возможно, какие-то легкие кардиганы или укоротенные кардиганы, сделанные из меха. Поэтому я сейчас беру меховые уги. Я хочу сказать, что хочется два образа создать. Один в одной стилистике, и другой в какой-нибудь противоположной. Ну, например, да, сейчас я посмотрю, чем я вдохновлюсь. Например, один образ на свидание, один на спорт. Или на работу, и на, там, в театр. Вот. Сейчас будем смотреть. Я яркая? Я не хотела яркую. Хотела взять тебе брюки, они все маленькие. Или это я толстая? Разве поддаю в примерочную, чтобы вы не знали, что у меня будет полный сюрприз. Как же я люблю тельняшки. А главное, они мне идут. Ты все-таки меня подпопил, да, поймал вещами. Но это еще ничего не значит. Может быть, ничего из этого не попадет в мои комплекты. А я хожу, пытаюсь найти бомбер. Вон он висит, бомбер. Но я же не хочу его снимать с манекена. Я пытаюсь найти его где-то, где-то тут. Нашла бомбер. Точнее, Гриша нашел бомбер, я не нашла бомбер. Ладно, синий тоже подойдет. Я хотела черный, но будет синий, тоже норм. Синий и надписи. Ну, это вау, конечно. Переборчик, наверное, будет. Но я возьму, возьму этот шар. Опять ты? Вот сколько снимаем наш проект, но Оля никак не может пройти мимо Фуксии. Мало того, что Фуксии, так еще и стрипы практически. Платформа в тренде, детки. Итак, первая пара образов готова. Снова мне хочется купить все. Но что здесь классного в этом образе? Это не реклама. Мне действительно очень нравится. Первое. Джинсы. Предлагаю обратить внимание. Низкая посадка. Низкая посадка – это такой, с одной стороны, очень опасный элемент, потому что она укорачивает ножки визуально. Если хотите носить низкую посадку, обязательно возвращайте длину ногам или с помощью каблучка, как в моем случае, или должна быть какая-то платформа. Твит – еще один тренд, но тоже опасный. Почему опасный? Дело в том, что если вы планируете носить целиком, например, твидовый костюм, твидовое платье, вы можете смело прибавить себе лет 10, а то и 15. Если вы хотите выглядеть молодо, свежо, но при этом трендово, то лучше всего твит сочетать с чем-нибудь. Чем это что-то будет молодежнее, тем лучше. Ну вот в данном случае у меня джинсы, так, конечно, можно и с кожей это все сделать, и тоже будет классно и эффектно. Освежила я этот образ зеленой сумочкой. Цвет этого зеленого оттенка, у меня еще сердечки на туфельках, которые, мне кажется, еще и соответствуют моему характеру. В общем, на мой взгляд, совпало все, поэтому я так полюбила этот образ. Надеюсь, что вы тоже его полюбите. А еще кайф после отпуска с таким загаром, прям сразу хочется показывать какие-нибудь свои загорелые части тела. Итак, Уги. Я начинала свой образ с Уг, но я нашла здесь другие, они такие больше похожи на тапочки, чуть-чуть полегче вариант, все-таки весенний, да. Мне здесь, что понравилось в топ-топ, что есть костюмы оверсайз. На мне 46 размер, но видите, здесь плечи широкие, оверсайз, такие костюмы, как я как раз-таки люблю. Это интересно смотрится с бандо, все такое монохромное, все спокойное, все классическое. Этой весной мне пока что, по крайней мере, очень ярких цветов не хочется, но кто знает, что случится во втором образе со мной. И тут очень много всего яркого. А что хочу сюда еще добавить? Мне хочется добавить еще немного бежевого цвета, чтобы уравновесить синий. И я выбираю вот такую сумку. На самом деле, можно было бы сюда добавить дутую сумочку. Но здесь в топ-топ мне не нашлось дутой сумочки, но представьте себе, что она здесь. И если вдруг весна у нас случится холодная, я здесь же рядышком обнаружила вот такое потрясающее пальто-халат. Тоже оверсайз, очень круто зайдет в этот образ. Итак, первая пара образов на весну от Оли или Элины. Какой из образов понравился вам больше? Напишите, пожалуйста, в комментариях. На самом деле, я подготовила штук пять образов, и мне надо было выбрать всего два. Ну, в общем-то, вот вам, пожалуйста, второй. Почему я остановилась именно на нем? Во-первых, я очень люблю пиджаки. Здесь пиджак модный, оверсайз модного оттенка, модного фасона. И он действительно делает меня такой очень хрупкой, очень изящной, за счет того, что он смотрится очень большим. Это такой хитрый прием. Многие боятся носить оверсайз, думая, что они в этом выглядят как бочки. Но на самом деле здесь игра масштабов, которая сыграла, в данном случае, мне на руку. Внутрь я выбрала полупрозрачный топ-сетка. Вот с таким вот интересным рукавом, который как бы заманивает за собой. Что еще? Бант. Банты сейчас тоже в тренде. Более того, знаю, что идут они не всем. А здесь такой девочковый образ получился и за счет цвета, и за счет юбочки. Здесь такое, как осовремененный стиль прэппи. Мы про него, кстати говоря, обещали вам рассказать. Надо все-таки держать свое слово, мы это обязательно сделаем. Если вы уже узнали, что такое стиль прэппи, напишите нам об этом в комментариях. Если нет, пишите, хочу все знать. И мы для вас это снимем. Туфельки я оставила те же. Мне кажется, они прекрасно сочетаются, во-первых, розовый с зеленым, во-вторых, сердечки с бантиками, да, то есть, вроде черный лаковый цвет с острым мысом, который должен смотреться дерзко, но при этом вот это вот яркое сердечко уводит еще и в легкость и женственность. Ну, в общем, я образом очень-очень довольна. Ну что, сначала входит цвет, потом вхожу я, но на самом деле это те цвета, которые мне подходят. И если в прошлом образе у меня были такие спокойные цвета, бежевые, спокойные синие, то сейчас мне очень захотелось ярких цветов. я отхватила у Оли сумочку зеленая, она была у нее в примерочной, по-моему, в прошлом образе. А здесь что у меня такого интересного? Бомбер, тренд, да, я здесь много трендов собрала, надписи, во-первых, я их люблю, а во-вторых, это тоже тренд. Бахрома, шарфы с бахромой, длинные шарфы с бахромой, это все, что дает возможность вырасти, стать немножечко выше. Плюс, что здесь еще интересного в этом образе, у меня кожаная юбка, кожаные бадфорты, бадфорты тоже один из трендов уже не первого сезона, плюс они с молнией, а эта молния тоже меня вытягивает, то есть у меня по всему образу проходит такая черная линия, и есть яркий акцент, это зеленая сумочка. Все, здесь всего два цвета в этом образе, и я спокойно могу их сочетать. Черный, черный сочетается со всем, пусть будет. Я люблю яркие цвета, и когда Элина вышла, я, кстати, первый образ ее не видела, а вот второй, второй заметила сразу, яркие, насыщенные, еще и холодные цвета, поэтому образ мне нравится, что смотрится дорого, и смотрится очень трендово, потому что здесь действительно совмещено несколько трендов одновременно, мне нравится. Да, я очень хотела действительно что-то такое трендовое собрать, потому что первый образ у меня был такой монохромный, спокойный, единственное, что там из трендов было, это оверсайз и мохнатенькие вот эти уги теги, вот это было трендовое. У тебя, правда, не видела, я думаю, ты рассказала прекрасно про свой образ, что там было, вот только то, что мы прошли с месяц, и этому как бы три секунды, я не успела даже сообразить. А здесь твоя любимая Фуксия, но, мало того, что ты любимая Фуксия, она тебе не великовата, нет ощущения, что велика, ощущение, что это оверсайз, и ты такой крупный-крупный, классно, очень потрясающе смотришься в этом плане, и что еще, от чего я прям кайфанула, это вот эта вот штука, да, это такая завлекалочка, заманушка, она не только интересно смотрится, но это еще и легкости добавляет, потому что она из-за сетки сделана, это очень круто. И что еще, я заметила, я уже это вижу, этот бант, он потрясающе, сочетается вот с этими вот хвостиками, потому что они тоже остренькие, просто браво, и еще туфельки, они тоже с острыми носочками, ну надо же было, прием построен на нюансах, все построено на носику. Кто у нас продвинутый курс проходил, те знают, что такое нюансы. Да. Итак, вторая пара образов на наших стилистах-имидж-мейкерах. Какой из них нравится вам больше, образ от Элины, или образ от Оли на весну? Пишите в комментариях. Девочки, вам было сложно или легко сегодня? Сегодня легко. Вот я прям порадовалась, мне понравились и цвета, и то, что есть, и размеры, и то, что столько всего разного, столько всего модного, здесь реально тренды очень крутые, все красиво, все прям, хочется переодеваться, переодеваться. Да, единственная сложность, которая была, это как выбрать из всего вот этого всего два образа, два. хотелось на самом деле больше, но тогда у нас будут бесконечные выпуски, вы устанете и смотрите, а мы хотим, чтобы вы оставались с нами. Кстати, хочу сказать, в сравнении со Стопманом, где мы одевали Гришу, там невозможно было найти размеры при многообразии выбора. Тут очень много унисекс-одежды, которую я тоже бы мог себе приобрести. Это не реклама. Дорогие друзья, я напоминаю, что победителя битвы стилистов выбираете вы. Кто победил в сегодняшней битве? Элина Кузнецова или Ольга Ефифанова? И лайки не забываем, лайки, комментарии. Сначала лайк, а потом все. До новых встреч! Пока! Пока!